Пять сценариев для французского ястреба. На что способен Макрон и его армия? Месяц назад в Париже состоялась конференция по поддержке Украины, после которой президент Франции Эммануэль Макрон заявил о возможности отправки европейских войск в Украину. Это заявление вызвало широкий резонанс. Но несмотря на то, что большинство стран Запада выступили с резкой критикой подобных инициатив, в СМИ и экспертной среде данная тема продолжает активно муссироваться. Так, французское издание Le Figaro представило пять конкретных сценариев военного присутствия Франции на территории Украины. При этом один из сценариев предусматривает переброску французских войск к белорусской границе. Пять сценариев военного развертывания в Украине. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Запад готовиться ко всему в контексте украинского кризиса, пишет Le Figaro. В этой связи редакция издания представила пять вымышленных, но в разной степени реальных сценариев развертывания французских войск в зоне конфликта, которые основаны на прецедентах или на сообщениях представителей ряда министерств. Перевод статьи Le Figaro публикует издание и на СМИ. Украинцы, безусловно, несут потери. А в девку, которую они укрепляли с 2014 года, украинские военные сдали. Американская помощь задерживается, а боеприпасы вот-вот закончатся, пишет Le Figaro. Дональд Трамп, кандидат на президентских выборы в США, просит своих сторонников заблокировать пакет помощи Киеву в размере 60 миллиардов долларов. В то же время в Европе президент Франции вызвал серьезное недовольство союзников, когда открыто заявил о возможности отправки западных войск в Украину. На данный момент консенсуса по отправке войск нет. Но в этом вопросе в будущем ничего не следует исключать, заявил французский лидер 26 февраля. Канцлер Германии Олаф Шольц отреагировал на эту идею таким образом. «Нато не является и не станет стороной конфликта. Так и будет впредь. Это также означает никакого участия в Германии. И могу прямо сказать, как федеральный канцлер я не буду отправлять военнослужащих Бундесфера в Украину». Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эдриан Водсон заявила, что президент США Джо Байден ранее ясно дал понять, что Соединенные Штаты не будут отправлять американских военнослужащих для участия в боях на территории Украины. Аналогичные заявления прозвучали со стороны британцев и итальянцев. Однако президент Франции не преклонен. «Многие страны Европы, отнюдь немалые, полностью поддерживают линию Франции», – заявил он 16 марта в интервью газете Le Parisien. «Мы обязаны готовиться к любым сценариям. Было бы ошибкой этого не делать. Я убежден, что при любом из этих сценариев каждый взял бы на себя ответственность, исходя из выбранной им модели». Для того, чтобы ввести французские войска на территорию другой страны, президент Франции, как верховный главнокомандующий должен отдать соответствующий приказ и проинформировать об этом парламент не позднее, чем через три дня после начала интервенции. «Юридическое обоснование для ввода войск у Макрона вроде бы есть, но необходимо согласие населения», – пишет ли Фигаро. «Энтузиазм не обязателен, но, по крайней мере, определенная доля согласия точно нужна», – отмечает генерал запаса Мишель Яковлев, в прошлом высокопоставленный офицер НАТО. Согласно опросу Института общественного мнения CSA, 76% французов выступают против отправки солдат в Украину. Однако мнение французского населения – не единственное препятствие введению французских войск в Украину. Возникает три вопроса. Во-первых, что скажет президент, когда он увидит огромное количество гробов? Нетрудно представить, как это отразится на его авторитете и на мнении французов. Во-вторых, если вдруг по нашим солдатам нанесут удар, будем ли мы атаковать в ответ? Наконец, неизвестно, позволят ли Соединенные Штаты идти в бой в одиночку, – отметил источник Ле Фигаро из Министерства обороны Франции. Если французское военное присутствие и будет иметь место, то оно может принять несколько форм, и все они вызовут определенные последствия. Первый сценарий. Франция создает в Украине военные заводы. На территории Украины Франция может создать военные заводы как для производства, так и для оперативного обслуживания. Британская оборонная компания BioSystems уже подписала контракт на производство стрелкового оружия в Украине, а немецкая Rain Metal планирует построить завод по ремонту танков. Французские компании собираются установить партнерские отношения с украинскими предприятиями, чтобы производить запчасти в Украине, а в будущем, возможно, и боеприпасы, – пояснил министр Вооруженных сил Франции Себастьян Лекарню в эфире канала RMC 8 марта. Французская армия действительно имеет возможности для поддержания своей техники в рабочем состоянии. Однако, как и в случае с BioSystems и Rain Metal, за строительство заводов скорее всего будут отвечать невоенные. «У меня большие сомнения по поводу такого проекта. Страховые взносы будут настолько высоки, что сделают его маловероятным», – поделился мнением консультант по геополитике генерал запаса Франсуа Шаванси. Эти заводы, которые будут производить оборудование с высокой добавленной стоимостью, станут главной мишенью для российской армии. В любом случае для того, чтобы проект принес результат, потребуется несколько месяцев, сообщили ли Фигаро в военных кругах. Более эффективно было бы создать заводы в странах НАТО, соседствующих с Украиной, да и с политической точки зрения такой шаг будет менее рискованным. Второй сценарий. Французские военные занимаются обезвреживанием мин, готовят специалистов, применяют некоторую технику. «Разве нет способов обеспечить военное присутствие Франции и при этом не стать соучастником боевых действий? Я имею в виду разминирование и обучение украинских солдат на их собственной территории», – заявил Лекарню в интервью РМС. Украинские солдаты уже проходят подготовку во Франции и Польше под руководством французской армии. Однако они могут обучаться и на территории Украины. Источники Лефигаро в Минобороны Франции говорят, что технически это возможно. Другой вопрос нанесет ли это какой-либо вред противнику. Любое государство может обучать солдат своих союзников и даже командировать офицеров в свой штаб. Франция в меньшей степени вовлечена в этот сценарий. Однако если солдаты будут убиты, властям придется как-то оправдывать жертвы и потери. При разминировании возникают те же вопросы. Франция может послать саперов, но ей придется оправдываться перед общественностью за понесенные потери, – отметил генерал Шаманси. Третий сценарий – отправка французских войск в Одессу. «В любом случае в этом году мне придется отправить несколько парней в Одессу», – заявил Макрон 21 февраля в Елисейском дворце. Президент Франции опасается скачка цен на зерно и распространение украинского конфликта на Молдову, если Россия возьмет под контроль Одесский порт, – отмечает на этот счет издание «Ле Канарт Аншине». В 2019 году на долю трех одесских портов пришлось 64,8% всего украинского экспорта и 67% импорта. Через них прошло 91,4 миллиона тонн товаров. При таком сценарии французская армия направит войска для обеспечения наземной и воздушной безопасности в Одессе. «На данном этапе у русских нет средств, чтобы добраться до Одессы, однако они могут участить свои ракетные удары», – утверждает французский политолог и преподаватель Парижской высшей школы ScienceSpo Николай Тензер. В то же время генерал Шаванси считает, что присутствие французских военных в Одессе, хоть и вполне реально, но сопряжено с огромным риском и затратой значительных ресурсов. «Это вовлекло бы нас в прямую конфронтацию с российской армией», – указывает Шаванси. «Давайте посмотрим правде в глаза. При таком сценарии мы вступим в конфликт с Россией, поэтому политикам придется оправдываться перед общественностью как за размещение войск, так и за гибель людей», – заявил Лефигаро на условиях анонимности сотрудник крупного французского военно-промышленного концерна. Четвертый сценарий. Французские войска создадут защитную зону. Франция может направить войска, чтобы облегчить положение украинских солдат. Этот сценарий содержит те же риски, что и предыдущий, но в большем масштабе. «Мы можем представить, что их перебросят к белорусской границе, в Херсон или Харьков. Это послужит сигналом для русских, остановит их продвижение», – объясняет Николя Тензер, который с самого начала СВО выступал за французское военное присутствие в Украине. Однако на этот счет есть разное мнение. «Операция по обеспечению неприкосновенности территорий в самой глубине Украины в настоящее время является несбыточной мечтой», – пишет полковник Мишель Гойя в своем блоге. «Наши войска могли бы присутствовать в Украине и находиться в подчинении киевских властей для защиты территорий. В этом случае также необходимо будет объявить бесполетную зону. Однако Франция может развернуть только две бригады для прикрытия фронта, растянувшегося на 80 километров. Возникает также вопрос, как реагировать в случае ударов по нашим войскам», – отмечают, в свою очередь, генерал Шаманси. Логистика развертывания таких сил также вызывают вопросы. По сообщениям газеты «Левонт», Германия запретила французским танкам двигаться по своим дорогам в Румынию. Пятый сценарий – окопная война. В этом самом маловероятном сценарии французские войска будут вместе с украинцами сражаться против российской армии. «Если мы бросим вооруженные силы на борьбу с общим врагом, мы станем стороной конфликта», – объясняет Джулия Гриньон, профессор права в университете Лаваль в Квебеке и научный сотрудник Центра стратегических исследований при военной школе РСМ. «Это будет равносильно объявлению войны России», – объясняет эксперт, близкий к Министерству обороны Франции. «Политические издержки будут значительными. Президент будет вынужден просить парламент о голосовании, потому что иначе общественное мнение не поймет массового прибытия гробов», – уверяет генерал Шеванси. Он также отмечает, что переброска сил станет серьезным логистическим вызовом, невиданным со времен операции Даге в Персидском заливе. «Это потребует быстрого увеличения производства боеприпасов и транспортных средств. На местах обеим армиям – французской и украинской – с их различными методами придется сотрудничать, несмотря на языковой барьер». Если бы Франция решилась на такую операцию, ей пришлось бы искать поддержки у своих союзников. «Резкая реакция последних после заявления Эммануэля Макрона о возможности отправки войск не предвещает консенсуса», – констатирует Ле Фигаро. Французский ястреб вызвал гнев Вашингтона? «Президенту Франции можно было и не публиковать фотографии того, как он бьет боксерскую грушу, чтобы продемонстрировать миру свою готовность к бою», – пишет Блумберг. Воинственная позиция французского президента была очевидна уже тогда, когда он умудрился во всеуслышании заявить о возможности отправки войск в Украину. Поскольку Великобритания больше не входит в Европейский союз, а правительство Германии расколото, Макрон де-факто превратился в номинального главу европейского континента с точки зрения внешней политики. Однако не все союзники Франции убеждены, что Макрон – лучший защитник их интересов. Блумберг отмечает, что спорный комментарий Макрона насчет европейского контингента в Украине вызвал негативную реакцию со стороны канцлера Германии Олафа Шульца. Кроме этого, слова Макрона вызвали гнев Вашингтона. Американские чиновники в частном порядке заявляют, что такой шаг может спровоцировать столкновение с Россией. Позже Макрон заявил, что своими словами хотел заставить президента России Владимира Путина гадать, что именно он имел виду. Однако чиновники, знакомые с дискуссиями внутри НАТО по Украине, считают, что слова президента Франции могли привести к обратному эффекту. По словам одного высокопоставленного американского чиновника, вынудив Берлин публично исключить возможность отправки войск в Украину, Макрон тем самым развеял сохранившуюся до недавнего момента двусмысленность вокруг красных линий союзников. Кроме того, заявление Макрона было неразумным с точки зрения оперативной безопасности, учитывая, что негласно несколько стран НАТО уже разместили свой персонал в Украине. Те, кто критикуют французского президента, обращают внимание, что Макрон больше говорит, чем делает. Так, в прошлом месяце он поддержал инициативу Чехии о закупке около 800 тысяч снарядов для Украины за пределами ЕС. И тем не менее, Франция до сих пор не внесла финансового вклада для военных закупок. В то же время Германия уже потратила 300 миллионов евро на закупку 180 тысяч снарядов. По данным Кирского института, Франция значительно отстает от союзников по объемам помощи Украине. Париж пообещал Киеву менее 2 миллиардов евро, в то время как Германия выделила 22 миллиарда евро. Контраст разительный. Блумберг отмечает, что Макрон стремился заполнить пустоту, образовавшуюся после ухода Ангелы Меркель с поста канцлера Германии в 2021 году. Для этого ему пришлось напрячь внешнеполитические мускулы. Однако некоторые внешнеполитические авантюры Макрона за пределами Европы потерпели неудачу. Примером тому может быть провальная стратегия французского лидера в Африке. Что касается Украины, то Макрон упустил возможность возглавить Европу в самом начале конфликта в Украине. Сейчас он предпринимает шаги, чтобы эту ошибку исправить. В конце прошлого года уже стало очевидно, что ситуация в Украине складывается в пользу России. А вместе с этим начала расти напряженность между НАТО и Москвой. Для того, чтобы переломить ситуацию на поле боя, Франция может пойти на военную интервенцию в Украину, пишет турецкое издание «Республика». Другой вопрос, насколько это будет эффективно. По сравнению с вооруженными силами Украины и России, европейские армии весьма малочисленны. Европа утверждает, что она перешла к военной экономике. Однако до сих пор из обещанного Украине миллиона артиллерийских снарядов поставлено лишь 30%. Франция в настоящее время имеет самую большую армию в Европе. Она может подготовить дивизию – около 20 тысяч человек – и перебросить в Украину в течение 30 дней. Однако в плане вооружений и объемов военной промышленности Франция мало чем отличается от остальной Европы. Она способна производить всего 3 тысячи снарядов в месяц. Это почти эквивалентно тому, что Украина тратит за один день. Россия же использует 10 тысяч артиллерийских снарядов в обычные дни и 50 тысяч во время продвижения войск. В настоящее время российский ВПК может производить 250 тысяч артиллерийских снарядов в месяц. По данным организации по внешней политике и стратегии Варунзорокс, французская армия имеет высокую маневренность и скорость, уделяя особое внимание качеству, а не количеству. Она ориентирована на быстрое достижение поставленных целей, однако не способна к восстановлению в условиях истощения. Франции будет нелегко оказать серьезное влияние в продолжающейся войне на истощение, в этой связи важно понимать, к чему Франция будет стремиться на поле боя, отмечает республика. После заявлений Макрона французские телеканалы начали обсуждать, какие задачи их армия будет выполнять в полевых условиях. Так, французы говорят о возможном вмешательстве Франции, чтобы не допустить взятия Киева или Одессы. Поэтому, если Франция решит вступить в войну, она может перебросить своих солдат к границе Украины с Белоруссией или к Одессе, полагает турецкое издание. Конечно, если Франция хочет быть эффективной, она должна установить свои собственные правила на поле боя. Другими словами, ее войска должны прорвать линию фронта и положить конец войне на истощение. Однако для этого необходимо значительно больше 20 тысяч солдат. Прошлым летом Украина пробовала атаковать позиции России силами примерно в 60 тысяч человек, но безуспешно. Франция вряд ли сможет собрать такую армию, по крайней мере, в одиночку. Однако есть мнение, что причина, по которой Макрон высказался о возможной отправке войск в Украину, заключалась в том, чтобы убедить другие страны НАТО в необходимости подобной интервенции. Ведь в классической сухопутной войне Франция может представлять серьезную силу только вместе со своими союзниками. Однако у резонансного заявления Макрона могут быть и другие причины. Между Францией и Россией существует напряженность из-за ситуации в Западной Африке. Тот факт, что российские частные военные компании подрывают французское влияние в Африке, создал серьезный дискомфорт для Франции. Не будет преувеличением сказать, что выпад Макрона может быть местью Москве из-за действий в регионе Сахеля. Ранее Макрон говорил, завтра мы сядем за стол переговоров с Россией, давайте не будем унижать русских. Однако события в Африке могли подтолкнуть его к прямо противоположной политике. Не стоит сбрасывать со счетов и предстоящие выборы в США. Если Дональд Трамп станет следующим хозяином Белого дома, то отношения США с Европой могут серьезно ухудшиться. Вполне возможно, что в такой ситуации Макрон хочет взять НАТО под свой контроль и тем самым отнять роль старшего брата в Европе у Германии, которая считается неэффективной в военном отношении. В конечном итоге стратегия Макрона вызвала беспокойство в других странах ЕС и даже в США. Соответствует ли эта стратегия общему видению Европы или только личным интересам Франции, станет понятно потому, изменят ли другие страны свои решения, заключает республика.